Добрый вечер! Евгений Лугунов, наша олимпийская надежда и, в общем-то, надежда на любых соревнованиях по плаванию. Евгений, в Архангельске буквально один день, вполне логично узнать, откуда приехали и куда дальше. Ну, сейчас находимся на сборе в Санкт-Петербурге, тренируемся, готовимся. Приехали выступить на соревнованиях, сейчас проходит кубок Геннадия Венеминича Лукина, это мой тренер. Ну, как дань памяти, очень интересно стартанули сегодня. Ну, вот так повидать родину, скажем так. С кем удалось поплавать? Я знаю, что был необычный заплыв. Ну, да, мы устроили такой интересный заплыв. Я плыл 100 метров вольным стилем, а по соседней дорожке было два парня, они плыли эстафетой. Это воспитанники нашей Архангельской школы. Да, да, да. И они меня на касание обогнали в итоге. Получилось так. Ну, мне на самом деле очень было весело это плыть. Я первый раз в таком заплыве участвовал. Интересно, интересно. Так работать очень интересно. То есть, говоря спортивным языком, был недонастроен на эту дистанцию? Ну, можно сказать и так. Я приехал, ну, домой, да, тут вот увидеть всех. Не, естественно, я хотел выступить хорошо, потому что соревнования такие, кубы Кулкина. Но вот неожиданный такой заплывчик. Ну, мне понравилось. Каждый старт ты, естественно, модулируешь ситуацию. То есть, это очень важно набирать старты. И ты вот, понимаешь, сегодня заметил, да, где у меня на второй половине я там вот сел, да, на финише. Надо сейчас будет немного над этим поработать. Нет, ну, там подсел, меня скрипило. То есть, надо было чуть, может быть, расслабленнее начать, чтобы дойти без вот этого вот якоря, так сказать. То есть, когда максимальный старт, то есть, когда мы, еще, мы для детей даже бывает говорим, не надо выходить на старты, как… Рвать смешно в карьеру, да? Да, даже когда… Нет, дело в другом. Даже если ты бываешь сильнее остальных, в раз-другом нельзя выходить как раз на старт, чтобы ты выиграл, там, просто так проплыл. Просто так у нас бывает дети выходят. Надо именно выйти и на каждом старте максимально укладываться. Тогда мы сможем увидеть или ошибки свои, а так… У нас много таких ребят, вот, и он плавает здесь, вот, на месте Чешкова, Муромня, понимаете, потом, когда выходит, он и теряется, и чего, куда, и все пропадает. То есть, вот, и поэтому я считаю, что этот старт был и интересен, и очень важно, что наши дети, наши, вот, действительно мало его видят Евгения, там, к нему подошли ребята, сделали фотографии с ним, что очень важно. Потому что мы ведь не только, вот, очки, головы, секунды, что мы там где-то плаваем, где-то похлопали, когда, и потом у каждого свои заботы, и забыли все. Ну, так скажем, да, как раз, когда векается общение с детьми, что очень важно, дает тоже толчок, опять же, для тех, о ком мы говорим. Вообще часто удается в Архангельске оказаться? Не часто у нас очень такой график жесткий приходится, и по сборам ездить, и там, сам, там, ну, и медосмотры, и в Москву, то есть, везде мотаемся, не часто удается выкроить так вот. А вообще сколько в году, вот, что называется, отпускных дней попадает всего? Это зависит, когда заканчивается сезон, но так примерно месяц, ну, бывает меньше. – Александр Иванович, наша школа плавания, вот, известна не только Евгением Лагуновым, но, в общем-то, не так много у нас видных спортсменов. В чем дело? Все-таки хочется, наверное, нам видеть больше наших архангельских звездочек. Функционал отстает, не хватает бассейнов, часов? – Я думаю, что, вот, на сегодняшний момент, надо сказать, что звездочки, и как раз у нас и звездочки, и звезды, у нас все это и есть. У нас на сегодняшний день то, что выстраивается, начинает выстраивать, значит, центр подготовки, то, к чему должны прийти мы, без этого никуда нельзя, это целый комплекс. То есть, необходимо сочетание плавания, учебы, поставительных процедур, там, научные бригады, то есть, для того, чтобы мы двигались дальше. – То есть, то, что называется школа Олимпийского резерва? – Ну, она, ну, как назвать, и школа Олимпийского резерва, и еще бы, я бы назвал это, есть, как, скажем, и в Петербурге, и в других… – Училища Олимпийского резерва. – Училища, это, которое, да, начинается уже с детей. Школа Олимпийского резерва – это уже следующий этап, когда уже взрослые спортсмены, опять же, это уже сочетание института еще с этим. То есть, на сегодняшний день у нас, надо прямо сказать, мы не можем оставить, получается, некоторых спортсменов у себя, потому что у нас нет этих условий. Требования все равно очень высокие. В школах, как мы знаем, хотя я, например, ну, это мое такое мнение, отношусь к тому, что все-таки в школах вот эта система, что чем больше часов набирает учитель, да, то есть, а дети у нас, если в шести утра у нас плавал, он сбегал, домой, если кто-то забежал, где-то перекусили снова, тут невозможно, просто невозможно добиться. То есть, речь даже не о наличии бассейна, как такового, да, а сопутствующих всех вещей. Да, это самый главный момент, назовем, самый главный. То, что бассейн нам необходим, нам не хватает охватить всех ребят. То есть, видите, и большие очереди, и попасть туда очень сложно. И я считаю, что в моем понимании у нас цены все-таки повыше, как бы ни говорилось. Я знаю, что в регионах других, но это, пожалуй, самые высокие цены у нас, пожалуй. То есть, я знаю, что у нас и вода там горячая, дороже. Вроде как все понимаешь, но это тоже будет не главное. Родители поведут детей. Но вот этот момент, он играет главную роль. Вот насчет звездочки, я скажу, что у нас на этот день у нас уехала, получилось, из области, да, у нас из Мирного уехала девочка в Волгоград, молодая, значит, перспективная. Потому что, ну, понимали, что здесь в Мирном ей было не добиться. Здесь, и там у них как раз как-то папа переезжал. В общем, как бы получалось удобно. То есть, на стадии выявления ребят, ребят одаренных, у нас все хорошо. У нас хватает, да. У нас стадия сопровождения хромает. Правильно я понимаю? Ну, там момент еще. Наши спортсмены, мы развиваемся чуть позже. Мы северные. И поэтому наше развитие, мы никогда не можем опережать эти события. То есть, физически. Да, физически. Потому что, все-таки, мы живем, понятно, что мы окружены не самым лучшим климатом. Я скажу, и по питанию. Очень много проблем. И не каждый родитель не может, скажем, накормить даже. Я считаю так. Потому что эта проблема, в общем-то, она глобальная, в моем понимании. Вот где-то так вот я хотел сказать. Она очень серьезная, да. Евгений, в Израиле проходит чемпионат мира по плаванию, чемпионат Европы на короткой воде, да? Кто там участвует и почему вы там не участвуете? Ну, у нас был отбор. Там надо было, в принципе, отобраться на него. Я чуть-чуть не прошел по этому, ну, там, по нормативу. А вообще, кто туда поехал? Сейчас, видите, у нас конкретно, у всех сейчас спортсменов, да, кто летние виды спорта. Главная цель Олимпиада. Главная цель Олимпиада, да. У кого вот этот старт, он вписывается в подготовку, вот те в основном туда и поехали. То есть, мы к этому отбору даже не подходили. Мы приехали на него, у нас была хорошая подготовка в Среднегорье. Мы потренировались и сразу со сбора поехали на этот отбор. То есть, ну, получилось бы, ладно, получилось, лишний старт нет, да, нет. То есть, всем поклонникам не стоит переживать, что, ах, он не попал на чемпионат Европы, значит, Олимпиада для него закрыта. Нет, абсолютно. То есть, у нас основа вся, я бы сказал, даже сейчас пропускает его, чтобы лучше подготовиться к отбору на Олимпийские игры, естественно, и на Олимпиаду. Ну, вот, к слову, не поехала Юлия Ефимова, да, наша главная надежда. Владимир Морозов, это тоже, в общем-то, претендент на золотую медаль. Или это наглядно свидетельствует о том, что эти ребята готовятся по своим планам. Да, естественно. И так не только в нашей стране, так практически у всех. То есть, там сильнейших спортсменов не так много, честно. И все равно, к этому чемпионату, может, можно за ним следить с точки зрения результатов, переживать за наших ребят? Да, естественно. То есть, сейчас стартуют ребята, они бьются за медали. Я не могу сказать, что они в лучшей форме там, потому что все равно все проходят его под небольшой нагрузкой, да, то есть, нам разгружаться совсем не надо. Да, и это даже интереснее посмотреть, на какие скорости способны. Не в полном функционале, что называется. Да, да, да. Александр Иванович, почему наши видные пловцы, многие, даже Юлия Ефимова, да, уезжают в Америку готовиться? Вот вам, как тренеру, не обидно, что называется? Или там действительно какой-то иной функционал? Я, понимаете, я сказал, что, во-первых, подготовка в Америке, она дана, если уж так говорить, ну, можно подойти не каждому спортсмену. Это должен быть настолько созревший, во-первых, спортсмен, созревший, только своей головой. Ведь вот насколько, ну, мы с Евгением обсуждали, когда он уже плавал в Америке, у нас полтора месяца, и, в принципе, знает, что это такое. То есть, старт должен быть полностью самостоятельным. Там ты можешь ходить на тревоге или не ходить. Но то, что у них, скажем, является критерием основным, одним из основных, это максимальное прохождение, вот во время тренировки у нас есть несколько заданий. То есть, в каждом задании есть максимальное прохождение дистанции. И практически, если ты тренировка, вот приходишь и не чувствуешь, что ты сделаешь, можешь сделать это, то лучше не приходить даже. Практически ты полностью, как сказать, независим. Ты можешь, так же там, скажем, если тебе нужен, ну, ты вот хочешь что-то для себя узнать, ну, у тренера. Тренер за тобой не бегает, не ходит за тобой. Он сидит, там есть у него помощники, которые помогают, задания там подсказать. А на самом деле, получается, что если у тебя что-то тревожит, ты вот, ты подходишь к главному тренеру, он сидит, там ждет обычно, ну, его помощники. Сколько-то минут, ты хочешь что-то узнать, подходишь, задаешь вопрос. Допустим, тебе не хватает силовой подготовки. Пожалуйста, он говорит, вот. Или ты спрашиваешь, что мне не хватает. Он говорит, силовой подготовки, пожалуйста, спортзал есть. Приходишь, платишь отдельно. То есть, там как в ВУЗе получается, да, ты ходишь, хочешь на пару, ты идешь на пару. У нас несколько по-иному выстроена подготовка. Ну, да, у них по большому счету, как бы, университетское плавание, оно сильно развито. Это как клубная система и университетская, поэтому можно сказать, как в ВУЗе все и происходит. А у нас как занимаются тренеры? У нас больше индивидуальная подготовка, то есть, тренер всегда взаимодействует со спортсменом, видит, кому что надо. Там, если ты приходишь на тренировку, там нет такого, чтобы тебе что-то одно сделали, там другое. Там дают жесткую работу, там в основном у них анаэробная работа, и, ну, кто выплывает, тот выплывает. Кто выживает, тот выживает. И, надо сказать, есть примеры просто, ну, на самом деле, может, фамилии, я не хочу называть, но ребята, которые приходили и могли выполнять всю нагрузку, но потом они не плыли, то есть, они подрывали себя. То есть, это настолько, это настолько все-таки тонкость, ты должен к этому прийти, это должно быть осознание твоих возможностей, это опять же, вот ты должен. Там, видите, основа там, а именно от тебя зависит все. А у нас все-таки мы действительно можем положиться, значит, там, обмен с тренером, значит, научной бригадой. Все, то, о чем мы говорим, там, научная бригада, там, или медицинское обеспечение, или еще, оно у них за свой счет. А что касается научного сопровождения, мы идем вровень с ними? Да, я бы сказал, что нет, конечно. Но я, правда, я не скажу, я не знаю их, скажем, системы, именно, я не знаю конкретно, но я, как я понимаю, тоже, если хочешь себе выстроить какую-либо схему, подготовки или восстановительные, да, то есть, так же там, я понимаю, что не оплачивается, есть такой, есть такой, ну, специалист, который тебе просто устраивает. То есть, ты платишь деньги, тебе создают некую программу твоих действий, что есть, где спать, как плавать в бассейне. Если хочешь пойти в зал, нанимай тренера по залу, ну, такого плана. Ну, и тем не менее, и при всей этой системе именно американцы наши главные конкуренты, если говорить в том же эстафетном плавании. У них очень сильно развито плавание, в принципе, что у них очень много бассейнов, и у них очень… Как в Канаде много катков. Да, и у них очень много просто вот детей дают в плавание, да, то есть, у них есть, если чего выбирать, у них… А неужели у нас есть такой большой Россией, мы… Там гораздо больше. Ну, если сказать, что вот была статья очень интересная по Нью-Йорку, там 1200 бассейнов. 800 бассейнов этих самых, по-моему, участок, 400 государственных. Вот, и еще к бассейнам отношения там очень интересные. Если бассейн заполняется, там налоги полностью бассейн, то налог полностью снимается от налога, освобождается. Поэтому у них это очень интересная система. Не как вот у нас там, и в штат, там, допустим, там один приходит тренер, он сам же и включает бассейн, заводит, начинаются работы. Но все же выявить это одно, да, вот довести человека до уровня Фелбса – это другое. Ну, естественно, это на… чтобы совпало все, чтобы был тренер, подобающий спортсмен, естественно, Фелбс – это… Ну, на него, насколько я знаю, работает целая команда, да, вплоть до личного повара. Ну, это так должно быть, ну, для такого спортсмена, в принципе, все понятно, что таких, ну, практически нет, он единственный такой, по большому счету. Чем будем бить таких спортсменов на Олимпиаде? Таких? Чем есть, чем вы. Я думаю, что, что, я вот, например, я не сомневаюсь, что Женя, допустим, с ним на своей дистанции может бороться. Речь о стометровке. Да, той, которая участвует. Поэтому другие дистанции, видите, ну, еще раз, наша подготовка, надо сказать прямо еще момент, очень маленький, я могу тут как это отступление. Если для меня, вот у меня были два сына, вот и дочка, ради чего я хотел, чтобы… Вот мотивация, кстати, да, то есть я, например, просто хотел, чтобы они были вот рядом, не на улице, нигде, вот они здесь у меня всегда при мне, здоровье они получают, вот мотивация мне больше другого. Вот им, я говорю, еще раз, они учатся в школе сколько там, сколько могут, без всякой этой самой, ну, судите, здесь же… Никаких целей, даже близко. При этом здесь, получается, у них же было, я так понимаю, вот тот же Фелфс, если он ушел, когда там, там, все было понятно, там, что все максимально поставлено, и все работает только на это, все. Ну, вот вам логика. Поэтому, что лучше здесь, мне очень трудно сказать, все-таки, ну, в моем понимании, еще раз, эти, та же, те же, та же мотивация, которую я видел сначала, чтобы в школе проучиться и быть вместе. Потом институт, вроде как опять, почему нет, институт, пока ты учишься, ты можешь плавать, почему нет. Ну, и вот, скажу честно, с годами у меня, вот я сейчас, я сейчас сам переживаю за Женю, почему, потому что, например, я такой мотивации, вот, уже я вот не чувствую ее, потому что двое, двое внуков, которые росли вот без него, они такие интересные, такие красивые, что, я вам скажу, никакие медали не сравнятся. Поэтому, когда я вижу вот этих маленьких, я еще, я, например, не уверен, чем я могу мотивировать, чем я могу мотивировать Евгения, когда вот есть такое вот чудо, понимаете? Ну, как раз ради детей, ради себя, нет, Жень? Ну, знаете, хочется дома быть, приходится часто выезжать на сборы, но сейчас это тяжелее стало, чем было раньше. Ну, на своем это его сейчас, на самом деле, вот четвертая Олимпиада, которая действительно, ну, это надо быть откровенным, просто те люди, кто близки к спорту, действительно, ну, по-серьезному близки, я про себя могу вспомнить, когда 70-е годы, вообще 60-е годы, я же с тех пор за спортом слежу, я видел, когда наш спортсмен, даже Санеев наш, становился там двукратным олимпийским чемпионатом, третью Олимпиаду, я за голову хватался, как можно пройти эти Олимпиады, столько же Олимпиад. И сейчас я, конечно, вижу, что вот Евгений идет реально на четвертую Олимпиаду, я скажу, что, ну, я считаю, это просто, ну, для меня так это как подвиг, правда, потому что, как вот таково, я еще раз говорю, найти мотивацию для себя. Ну, сейчас и спросим, Жень, в чем мотивация? Это желание доказать что-то себе? Вроде медали уже есть, призы на Олимпиаде есть? Ну, медали есть, призы, да, главной медали нет, ну, и само по себе Олимпийские игры, это такие соревнования, они, ну, они не похожи на какие соревнования, то есть, все чемпионы, чемпионаты мира, ну, они так меркнут, посмотрели с этими стартами. А вот личное ощущение, неужели вот эти пять колец на стенке бассейна что-то меняют? Именно на дистанции, когда уже ты? Ты к этому старту готовишься 4 года, и вот он, когда приходит, там все эмоционально, ты как бы по-другому готов к этому старту, то есть, ты другим человеком, наверное, становишься, когда туда едешь. Как вы вообще свои шансы расцениваешь? Наверное, прежде всего стоит говорить о эстафете 4 по 100? Ну, мы хотим пройти отбор и дальше уже смотреть, то есть, я сейчас не хочу загадывать, главное, все правильно, хорошо подготовиться к отбору. Когда пройдут отборочные старты, когда уже станет ясно, да, как более реальные шансы на... Апрель, апрель в Москве будет, там, в числах 20-х, по-моему. То есть, к 1 мая все станет ясно? Да, должно. Насколько сильная конкуренция? Вот сегодня уже, да, мы видим, что и на Европу молодые ребята подходят, да, все-таки поджимает молодежь? Ну, сейчас конкуренция, да, она сильная, то есть, молодежь растет, естественно, она должна расти и развиваться, но результат, он не поднимается. Вот как я плавал, не знаю, лет 8 назад, результат, он такой и держится, то есть, если мне просто выйти на свои результаты, вообще без проблем можно отбираться. То есть, конкуренции больше, потому что результаты плотнее просто стали, а не выше. Ну, кстати, одна из самых коротких дистанций, да, где буквально речь пойдет уже, наверное, на сотый, на тысячный секунд уже, да? Ну, да, 4 по 50, если брать 50 метров вольным стилем, ну, вообще 50 метров, это такая она, лотерейная. Бывают люди, которые прям, они заряжены, и ты знаешь, что он может выиграть, а дальше это лотерея, там это касание, старт, ну, там, да, там надо, чтобы все было отточено просто очень сильно. Сейчас насколько, я так понимаю, что, в общем-то, семейная жизнь, она положена на алтарь подготовки, да, то есть дома практически не бываешь? Ну, да, я стараюсь, естественно, бывать побольше дома, но, да, так получается. Сейчас немного приходится разъезжать. Александр Иванович, сейчас как-то вот уже с сыном идет какая-то, может быть, подготовка на уровне тренера, тренер-сын? Ну, конечно, конечно, скажем во многом, это, сейчас, видите, и как мы говорим про нашу, именно, снова там, подготовку, если назвать, нашу систему, то, понимаете, она не стоит у нас истока того, чтобы поплавать, ну, и о чем мы говорим, что тут есть психологический момент очень серьезный, то есть... То есть вы выступаете в роли психолога? Я, ну, назовем так, то есть это тоже так можно назвать, то есть он уверен всегда, что у него есть спина, о чем я сейчас, кстати, вот тоже можно сказать, что приезжая вот в Архангельск, я считаю, вот увидев поклонников, ну, поклонников, поклонников мне меньше нравится, наверное, у музыкантов, там, в смысле, у пенсионеров. Ребята, которые знают. Да, которые и хотят увидеть его, понимаете, и видно, что они с радостными эмоциями бегут там к нему, я думаю, что это вот как раз один из элементов, которые могут ему дать тоже подпитку. Вообще, насколько я точно знаю Евгения, что был период, сейчас он немножко более стал, при том, что с хорошей улыбкой, менее стал открыт, то есть были периоды, когда вот он свою энергию огромную, он просто раздаривал, то есть, а это все очень чувствуется, ну, надо в стороне, может, он когда начинал, скажем, только, но уже стал первым лидером, лидером в нашей команде, к нему тянутся прямо подойти, потрогать, понимаете, здесь тоже элементы, как убрать, отобрать, отодвинуть соперников, там очень много всех нюансов, которые их так вот сегодня рассказать, поэтому, я говорю, свою, я точно вижу, значит, свою задачу, чтобы, главное, обеспечить ему полностью труды, чтобы он был спокоен, чтобы занимался конкретно своим делом, а я вел его со спины, назовем так. Держал себе? Да, да. Отталкиваю. А часто удается общаться, вот в каком режиме вы, по телефону, по скайпу? Чаще телефон? Да, по телефону больше общаемся, как когда можем, встречаемся. Не очень умею. Ну, какие-то профессиональные советы вы даете сейчас, или уже, в общем-то, человек все знает сам? Ну, я считаю, что был период, значит, где, когда я правда считал, что уже после, там, второй Олимпиады, что он действительно, уже у него много, можно спрашивать у него, потому что, проходя... Каждый цикл, это новая жизнь. Да, да, Олимпийский это старт, то, что он сказал, выйди туда, там ведь вопрос, помимо всего прочего, то, что уже, про личность, какое у него ощущение на Олимпиаде, но ведь мы же прекрасно понимаем все остальные на таком же заводе, поэтому это общая атмосфера, она, конечно, вот ее уметь пройти и сохранить этот опыт, именно, я считаю, психологически, потому что готовность, ну, мы уже за многие годы, примерно, мы знаем, что мы можем, к чему подойти, какому результату, и вот дальше включается только психология, понимаете, там уже... Но ведь в команде же есть свой психолог, с вами работают люди перед стартами. Ну, у нас есть психолог, да, он не всегда... Или все-таки лучше папа? Когда как, знаете, ну, психолог, он хорошо, он может, да, подсказать все, но конкретно перед стартом я стараюсь без этого. Ну, то есть не случайно ребята все выходят в наушниках, когда вот идет объявление, ты выходишь на кромку бассейна, да, как правило, все слушают какую-то музыку, да. Ну, многие, кому что, да, они отстраняются так, кто-то отстраняется, кто-то так заводится, кто-то сидит перед стартами, читает книги только, чтобы не думать о старте. Некоторые там девочки вышивают, сидят, но это не проблема. Главное отстраниться, чтобы не перегореть заранее. Вот когда выходишь на старт, вот уже, в общем-то, к тумбочке, насколько сами зрители, да, насколько зал, насколько стадион может оказать давление? Ну, если ты... Насколько можно психологически поплыть? Это сильно зависит, на самом деле, если ты готов к старту, то это тебе подхлестнет, оно тебе поможет. Ну, а если ты не готов, то тут уже, конечно, может это придавить немножко. Не буду спрашивать про четвертую, вот первая Олимпиада, третья чем-то отличалась внутри, там уже был другой Лагунов? Да, естественно, первая Олимпиада, ну, я еще был молодой, попал на нее, так заскочил в эстафету, можно сказать, очень страшно мне было больше, чем... А дальше, как бы, уже знал, что делать, вторую Олимпиаду прошел, там очень много стартовал, то есть, ну, опыта... Сейчас мы о пекинской говорим уже. Да, 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 опыта прибавилось, ну, и, естественно, и между Олимпиадами очень много стартов было проще. Первая самая такая была, конечно, эмоционально тяжелая. Тот памятный заплыв, который стал призывом, насколько было, вот, насколько колотило? Ну, я не могу сказать, насколько перед колотило, после меня колотило так, что я не мог выйти на награждение. Да, меня, ну, скажем так, выложился полностью. Ну, там и ребята, насколько я помню, тоже, да, наши пловцы, они потянули хорошо команду, и мы... Да, у нас отличная команда, да, была. Сейчас, если говорить о конкуренции в плавании уже между сборными, насколько серьезно, кто наши главные соперники, помимо уже пресловутых американцев? Китайцы, вот они подтягиваются? Очень сильно подтягиваются. Китайцы очень сильно подтягиваются, да. Французы очень сильны. Сейчас англичане подтягиваются после своей... Да, выстрелы сделать. Соперничество очень сильное. Я еще раз вот все-таки хочу вернуться, то, что и наши, ну, насколько я вот смотрю сейчас, стараются, значит, именно то, что бригады, медицинские, там, научные бригады, то, без чего нельзя двигаться. Но вот у нас, видите, как получается, что это одно дело, когда ты при сборной, там, да, это есть. А когда мы говорим о тех, кого мы молодых, вот, звездочек назовем, хорошо бы оценить бы эти их... Потенциал? Да. Их параметры, все, и надо вести. Нет такого, что ты потом взял его в 18 лет или там 20, вдруг проверил, сказал вот так. То есть надо вести это гораздо раньше всего начинать. А для этого надо прямо сказать, что мы, вот то, что у нас, слава богу, сейчас Вячеслав Николаевич взялся за это дело, он хочет все это организовать, значит, приглашаются специалисты, вот, специально, чтобы кого-то, чтобы у нас, может быть, кого-то потом воспитать. Но я скажу, это огромный, это не только труд, это человек должен хотеть этим заниматься, а скажу вам, зарплаты тоже не такие большие, поэтому бывает, и люди есть, понимаете, а вот пойти себя полностью посвятить этому, вам скажу, это очень, очень трудно. Но спорт высших достижений, это ведь не только галочки секунды, да, это медицинское сопровождение, это психологи, это медикаментозная поддержка, да? Да, да. Вот то, о чем мы говорим. Это комплекс, это, естественно, все в комплексе должно работать. Я лишь хочу пожелать, Женя, чтобы все получилось через несколько дней День рождения, мы искренне всех поздравляем от силы Архангелогородцев, и я думаю, что до Олимпиады в Рио мы еще увидим вас в Архангельске. Да, скорее всего. Поэтому я еще раз приглашаю в студию, Александр Иванович, вам большое спасибо за сына, и держим кулаки, и будем болеть, несомненно, на каждом старте. Спасибо большое. Спасибо. Александр и Евгений Лагунов были сегодня в центре внимания, на этом все, и до встречи в эфире.